Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. В сегодняшнем видео я буду рассказывать о трёх новых книгах по рисованию и живописи от издательства МИФ, о трёх новых и одной не очень новой книге. Постараюсь коротко рассказать о каждой из них, вкратце. Если что, вы можете по ссылкам в описании проходить и смотреть содержание, читать часть книги на сайте издательства. Я вкратце расскажу о книгах, покажу книги, полистаем вместе их. Начну я с вот этой новинки классной, фарельные портреты цветов. Сказать мне нечего, кроме восхищения, потому что то, как автор справляется с изображением цветов, дорогого стоит. Здесь, конечно, собраны потрясающе красивые работы автора. Эту книгу можно рассматривать просто как прекрасный альбом с иллюстрациями акварельными. Есть подробные пошаговые уроки и общие вопросы, которые возникают при рисовании цветов. Мне нравится то, что палитра, которую использует автор, ограничена по количеству цветов. То есть нету большого такого разнообразия, в котором можно просто запутаться даже. Просто автор предлагает в основу взять кадми лимонный, желтый светлый, кадми красный темный и еще три цвета, о котором, в принципе, можно активно рисовать и справляться с ботанической иллюстрацией. Периодически автор напоминает про то, что рисовать стоит именно то, что лично вы видите, а не то, как должно быть по вашему мнению. Это, конечно, важный совет при рисовании не только цветов, но и всего остального. То есть увидеть то, как есть на самом деле, а не то, как представляется нам в нашей голове. В принципе, здесь есть уроки, пошаговые инструкции для тех, кто интересуется иллюстрацией ботанической, и также цветами будет полезным руководством, я думаю. Мне только здесь не хватило прощальных слов от автора. Резко книга заканчивается на последнем уроке, но все-таки судят и книги не в прощании, а в самих уроках в содержании. Поэтому достаточно интересное издание, опять же, для тех, кто интересуется иллюстрацией ботанической и интересуется цветами. Следующая книга, я бы назвала ее такой забавной, прикольной, что ли, в обучении рисованию. Вы сможете рисовать это за 30 минут. И эта книга является продолжением книги. Вы сможете рисовать через 30 дней. И эту, начну я даже, наверное, с этой, помните, я говорила, что не все про новинки, одна старинка есть. Так вот, в этой книге классная, пошаговая тоже, простая система понятных упражнений. Они вроде бы как так забавные, эти упражнения, но дают свои плоды, дают свои результаты. Здесь классно то, что есть на каждый день какое-то задание. То есть, вы не знаете, что рисовать, но начали вы рисовать. И, а что рисовать, а как рисовать? Вот вам, пожалуйста, первый день. Так, что у нас тут? Так, 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 урок, урок. Она у меня вся в карандаше немножко, книга, потому что активно по ней рисовала. Ну, например, начинается со сферы. И не только вы там будете кружки такие рисовать и смотреть свет, тень, падающую, собственно, про перекрытие. Но и, например, будет классное задание в такой вот с шариками, которые тоже за счет просто такого простого упражнения вы будете понимать, в чем прелесть перекрытия одного объекта другим объектом и как складывается тоже ощущение пространства. То есть, свет, тень, на таких простых упражнениях строится эта система. Достаточно забавно и, если вы не знаете, например, интересно и забавно, если вы не знаете, с чего, что вам рисовать. Берите просто книгу в руки и на 30 дней у вас есть программа готовая. Также и с новой книгой вы сможете рисовать это за 30 минут. Здесь уже не 30 дней, а прям даже автор предлагает ограничить по времени, что вы прям поставили будильник и только 30 минут рисовать. Как получится, так получится. Идем дальше. Специально тренировать вот этот вот подход рисования с общих форм, к частностям переходить, со схематичного наброска, к детализации. И плюс в каждом уроке автор дает свои какие-то лайфхаки для рисования. Зачем вам может пригодиться в рисовании кредитка, как помочь своей рукой второй, который не рисует, рисовать, как какая-нибудь монетка будет, кстати, тоже при рисовании. Прям в книге, в принципе, можете рисовать. Здесь есть страницы для рисования, можно на отдельном также листе рисовать или в альбоме. И дополнительные задания тоже есть. То есть это тоже такая готовая программа. Берете и прям идете от А до Я и изучаете, пробуете. Начать, наверное, можно даже с этой книги программы на 30 дней, продолжить этой книгой. И, в общем, у вас есть море заданий. И попутно так весело и интересно осваиваются важные-важные знания по рисунку. Следующая книга, к которой мы с вами переходим, она покорила меня простым вот этим разворотом. Посмотрев на этот пейзаж, я сразу поняла, что мне точно надо ее прочитать. Сочетание синего-желтого, все море света в пейзаже, все надо читать, надо смотреть. В этой книге есть разделение на жанры. В этой книге рассматривается портрет, обнаженная натура, натюрморт, пейзаж, интерьер. И пейзаж, кстати, в двух вариантах. Пленерный и студийный пейзаж. Честно говоря, портрет, обнаженная натура и даже интерьер меня не особо волнует, не интересны мне лично. А вот пейзаж, учитывая работы автора, было интересно изучить, посмотреть, что советует автор. Но все основные советы, в принципе, даны в главе первой. Называется она «Основы, теория и практика живописи маслом». То есть там прям хорошо рассматривается подробно, дается описание четырех важных основ, которые для себя автор выделил в процессе своей сорокалетней практики. И они применяются, эти основы, и при разборе следующих жанров. Основы звучат так. Это точность, композиция, пространственная глубина и выразительность. И важна комбинация, скажем, из всех этих пунктов, присутствие, реализация всех этих пунктов в вашей работе. А книга сама по себе как такой разговор с автором, разговор с художником. Я бы эту книгу отнесла в раздел для продолжающих, потому что здесь уже какие-то такие тонкие моменты рассматриваются. И я думаю, что актуально будет уже для тех, кто пишет маслом знаком, с какими-то основами, может уже что-то делать, интересуют более глубокие вопросы по живописи. Как именно сделать так, чтобы картина была живописной, чтобы она сияла светом, чтобы и композиция была, и пространство чувствовалось. То есть это уже для следующих вопросов, не для первых шагов издания. Я надеюсь, что вы найдете для себя что-нибудь полезное из этих книг или из других моих обзоров книг. Желаю вам хорошего настроения. Читайте хорошие книги, рисуйте и будьте счастливы. До новых встреч. Пока-пока.